Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Карины Саяхова. О событиях из жизни университета и мира расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. В Казанском университете стартовал Международный лингвистический саммит. США вводят новые санкции против Китая. С 16 по 20 ноября состоится 12-я серия научно-популярного проекта про наука в Казанском федеральном университете. В этом году мероприятие будет посвящено будущему, какими его видят ученые после глобальных катаклизмов и эпидемий. С расписанием мероприятия можно будет ознакомиться на сайте Казанского федерального университета. К другим новостям. Иван Будуэн де Куртене – крупнейший русский и польский языковед, совершивший переворот в науке о языке. Работая в Казани с 1874 по 1883 года, он основал Казанскую лингвистическую школу, под влиянием которой проходило становление талантливых русских лингвистов. В его честь в Казанском федеральном университете проходило множество мероприятий, в том числе и Международный лингвистический саммит. Все подробности далее. Актуальные проблемы в современной лингвистике обсудили на Международном лингвистическом саммите, стартовавшем в Казанском университете с участием более 500 ученых-исследователей из разных стран мира. Мы гордимся тем, что довольно-таки много выступлений подготовили ученые-языковеды Казанского федерального университета. В частности, это ученые, которые ведут серьезные исследования в рамках наших научно-исследовательских лабораторий, которые оставляют исследовательскую деятельность в междисциплинарном плане. Мероприятие посвящено 175-летию основания Казанской лингвистической школы Будуэне-Дукартене и 145-летию его работы в ВУЗе. Саммит проходит в онлайн-формате. С приветственным словом на открытии выступил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Такой формат позволяет значительно расширить аудиторию участников. Тем не менее, мы надеемся, что последующие проводимые нами лингвистические саммиты состоятся уже в традиционной форме. И всем их участникам удастся непосредственно пообщаться между собой, а также ознакомиться с достопримечательностями столицы нашей республики и побывать в стенах Казанского университета. Важно, что саммит проходит в рамках подготовки к Международному лингвистическому конгрессу, который пройдет впервые в России, также на площадке Казанского университета в 2023 году. Предыдущие конгрессы, которые проходят раз в пять лет, принимали ведущие научные центры Рима, Копенгагена, Брусселя, Парижа, Лондона. Наш сегодняшний саммит, который мы назвали «Вызовы и тренды мировой лингвистики», является первым из подготовительных этапов к проведению Всемирного конгресса. Стоит отметить, что Казанский университет уже имеет опыт в проведении крупных мероприятий в онлайн-формате. Как известно, и образовательный процесс сегодня организован на платформе Microsoft Teams. А что касается научных мероприятий, они тоже довольно-таки успешно проходят на данной платформе. Саммит продолжится до 20 ноября. Диана Желенкова, Кристина Надыршина, Ленарда Влетьяров, Универньюс. Объявлен старт приема заявок на конкурс по присуждению республиканской премии имени Муса Джалиля 2020-2021 годов. К участию в мероприятии приглашаются студенты и сотрудники Казанского федерального университета. К другим новостям. На сегодняшний день Казанский университет обладает рядом уникальных решений в области создания беспилотного транспорта и является одним из лидирующих коллективов Российской Федерации в данной области. Совсем недавно проекты вуза признали лучшими в странах СНГ. Смотрим. Три проекта Казанского университета впервые вошли в ежегодный аналитический сборник лучших разработок СНГ как самые перспективные проекты в сфере транспортной инфраструктуры стран Содружества независимых государств. В этом бюллетене ежегодно публикуются именно те проекты, которые с точки зрения Внешэкономбанка и Транспортного комитета СНГ требуют поддержки, являются наиболее перспективными и внедрение вообще на все территории стран СНГ и таможенного союза. Больше того, можно сказать, что в текущем бюллетене наши три проекта занимают всю его середину. То есть, в общем-то, ему делено беспрецедентное внимание и мы считаем, что это очень хороший знак. Лучшими разработками стали системы навигации «Резонанс», «Одиссея» и «Созвездие Плюс». Например, «Резонанс» позволяет определять состояние транспортного средства на протяжении всего его жизненного цикла. Это позволяет радикально снизить амортизацию автомобилей интегральную, повысить межремонтный ресурс и существенно снизить вложение в обновление парка транспортных средств для всех предприятий. Проект «Созвездие Плюс» является уникальной системой навигации и ориентации, высокой точности, ключевыми факторами при построении беспилотного транспорта. Решение, которое мы разработали с нашим индустриальным партнером, во-первых, оно обеспечивает заодно требуемую точность навигации 10-20 см, во-вторых, они не требуют дорожной инфраструктуры, в-третьих, при автовых закупках его стоимость составляет менее 300 долларов. Это, конечно, прорыв. Третий проект «Одиссея» – это комплекс систем беспилотного вождения, прежде всего для специализированного транспорта. Это транспорт сельскохозяйственный, это транспорт карьерный, то есть карьерные самославы, и транспорт специального назначения, то есть всякие бульдозеры, экскаваторы и остальное. Эти технологии, они очень перспективны с той точки зрения, то, что позволяют работать эффективно тем объектам, которые требуют задействовать большого количества транспорта в условиях как раз пандемии, потому что как раз они не будут требовать оснащения именно людьми. По словам Дмитрия Чекрина, в проекты стали лучшими не случайно. Сотрудники Казанского университета являются авторитетными специалистами в этой области. Наши интеллектуальные собственности, нашими наработками пользуются практически все вендоры, которые выпускают, они выпускают беспилотную технику, интеллектуру Российской Федерации. Почему Трамп вводит санкции против Китая? Повлияло ли на это решение Джо Байден? Чем эти санкции невыгодны американцам? Узнаете в нашем следующем сюжете. Дональд Трамп намерен принять ряд жестких мер против Китая. Одной из версий принятия такого решения является то, чтобы Джо Байден в случае его победы на выборах не смог изменить действующий курс в отношениях с Китаем. Дональд Трамп понимает, что у него остается мало времени для того, чтобы свои идеи воплотить в жизнь. Очевидно, что выбор он проиграл. У него остается буквально три месяца для того, чтобы довести свои начинания. А вот его идея о том, что Китай – это главный торгово-экономический соперник для США, это фактически его основная идея, которую он выдвигает уже на протяжении последних. Четырех лет. И поэтому он хочет уйти, громко хлопнув дверью, и показав, что в рамках этой политики он смог сделать достаточно много. С другой стороны, торговая война между Китаем и Соединенными Штатами Америки ведется уже довольно длительный период. И данная мера – еще один из этапов похолодания отношений. Но, как показывает опыт, экономика США страдает сильнее от вводимых санкций по отношению к Китайской Народной Республике. Конечно, в этой ситуации пострадают в первую очередь сами граждане Соединенных Штатов, которые в случае, если китайская продукция уйдет с американского рынка, они просто либо не получат часть продуктов, которые могли бы получить, либо их получат, но уже совершенно по другим ценам. На этот раз санкции вводятся против большого количества китайских компаний, занимающихся IT-сектором, а также государственных структур и должностных лиц, за приписываемое им участие в нарушении прав человека. Вот эти обвинения, они всплывают в тех случаях, когда нет аргументов достаточно квалифицированных, достаточно серьезных, чтобы заставить Китай действовать каким-то образом. Вот торгово-экономически Соединенные Штаты не могут повлиять, потому что китайская экономика гораздо сильнее сегодня, чем американская экономика. И поэтому, чтобы создать какое-то напряжение и привести в пользу свои аргументы, всплывает вот это традиционное обвинение в нарушении прав человека. Эксперты также отмечают, что если пост президента США все же займет Джо Байден, то американские отношения с Китаем могут заметно улучшиться. Китай отлично понимает, что если к власти в Соединенных Штатах придет более рациональный, более компромиссный руководитель, то, естественно, и Китаю не будет иметь смысла помнить какие-то прошлые действия в Соединенных Штатах, потому что сотрудничество выйдет на новый уровень. Кристина Надышина, Универ Ньюс. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова